Добрый день, дорогие друзья! На любимом нами библейском портале «Экзегет» продолжаем с теми, кому это интересно, размышления об одной из самых редчайших добродетелей, о благоговении, о которой преподобный Паисий Святогорец говорит, что это та добродетель, которая более всего привлекает благодать Божию, которая является такой внутренней духовной чуткостью, скромностью и страхом Божиим. Добродетель, которая передается от общения с тем человеком, который ее имеет. А сегодня вашему вниманию, дорогие друзья, хотелось предложить размышления и наблюдение преподобного Паисия над тем, какое качество или какое состояние противоположно благоговению. То есть, какое качество или какая страсть, или какая, скажем так, тенденция или движение в человеке, более всего препятствует к стяжанию благоговений. Я надеюсь, дорогие друзья, кто слушал предыдущие две беседы, вам и это будет тоже интересно над этим задуматься. Преподобный Паисий, в данном случае я вам зачитаю из первого тома его наставления, который так и называется «С болью и любовью о современном человеке». Преподобный Паисий говорит, «Помысел говорит мне, что величайший враг нашей души, враг больший даже, чем дьявол, это мирской дух». Обратите внимание, как категорично, но все-таки как точно. Враг больше, чем дьявол, казалось бы, если такое услышишь, сразу, скорее всего, начинаешь возражать. Неужели может быть враг больше, чем дьявол? Но преподобный Паисий знал, о чем говорил. Враг больше, чем дьявол, это мирской дух. И он поясняет, почему он дает такое, может быть, даже неожиданное категоричное определение. Он, мирской дух, сладко увлекает нас и навеки оставляет нас горечью. Тогда как, если бы мы увидели самого дьявола, то нас охватил бы ужас, и мы были бы вынуждены прибегнуть к Богу и без сомнения шли бы в рай. В нашу эпоху, говорит преподобный Паисий, в мир вошло много мирского, много духа мира сего. Это мирское разрушит мир. «Приняв в себя мир, став изнутри мирскими, люди изгнали из себя Христа». То есть, привлекая вот этот мирской дух и внутри став мирскими, светскими, слишком такими, мы изгоняем из себя Христа. Может показаться категоричным, но это действительно так. Сестры монастыря Сурати спрашивают Геронду. «Геронда, а почему мы не понимаем, как много зла приносит мирской дух и увлекаемся им?» Столица отвечает. «Потому что мирской дух проникает в нашу жизнь мало-помалу». И приводит такую, в общем-то, понятную аналогию, да, есть такой, как бы сказки, есть притчи, как вот ежик к зайцу в дом пытался залезть. Он сначала просил голову просунуть в его домик, потом одну лапку, потом следующую, и постепенно влез в домик к зайцу и своими иголками выгнал косого из его жилища. Ну, такая, как бы, интересная, такая, всем понятная сказка или притча, но она даёт представление, каким образом мирской дух проникает в нашу душу и изгоняет из нашей души всё доброе. «Так и мирское мудрование обманывает нас маленькими уступками, мало-помалу овладевает нами. Зло идёт вперёд потихоньку. Если бы оно продвигалось резкими скачками, то мы бы не обманывались». И приводит преподобный такой пример, ну, тоже, опять-таки, понятный вспоминание, возможно, из детства преподобного Паисия, когда озорники на лягушку потихонечку капают кипятком, и что если на неё, говорю, плеснуть сразу, она сразу отряхнётся и отпрыгнет в сторону. А потихоньку они, как бы, капая на неё, её ошпаривают, она таким образом погибает, даже не замечая. И в качестве, ну, такого вот логического пояснения, в чём опасность мирского духа, преподобный Паисий говорит следующее, что мирской дух, проникая в духовную жизнь, мало-помалу приносит огромный вед. «Простота и благоговение – это и есть православный дух, в котором почивает Христос. Сегодня духовным людям часто не хватает простоты, то есть святой простоты, которая восстанавливает силы души». Обратите внимание, это не та простота, как вот простонародные говорят, простота хуже воровства, а именно та святая простота, которая восстанавливает силу души. Как здесь вновь не вспомнить слова преподобного в Росе Оптинской, который говорил «где просто, там ангелов соста». И как тут не вспомнить ещё раз, дорогие друзья, вот те, может быть, редкие документальные кадры, где мы видим, как архимандрит Кирилл Павлов общается, например, с кем-то из духовных чад. Вот, батюшка смотрит просто, смотрит с теплотой и благоговением и говорит, в общем-то, простые вещи, которые наверняка все мы слышали много-много раз, о том, что надо читать Священное Писание, надо прилипляться к Богу, надо терпеть скорби, покажите вере в вашей добродетель, в добродетель и рассудительность, приводит архимандрит Кирилл слова из соборного послания апостола Петра. Произносит простые, вроде бы истины, но именно как он это произносит. И вот документальные кадры, как про Талей Николай Гурьянов, тоже известный, стали с острова Залит, как он общается с прихожанами, вроде бы всё просто, но вот эта простота, которая восстанавливает силы души, там нет ничего мудрёного, это говорит благодатный человек, и благодать из его уст она буквально преображает, она стимулирует человека, который слушает к исправлению своей жизни. И далее преподобный Паисий говорит, для того, чтобы вступить в родство с Богом и со святыми, необходимо начать жить в духовном пространстве. То есть, чем большей простотой ведёт себя люди, хоть в семье, хоть в монашеском общежитии, тем глубже и обката не установится, стираются выпуклости его страстей. И далее преподобный Паисий совершенно уместно приводит такую аналогию. Чем отличаются мирские люди от людей духовных? Люди мирские заботятся о том, чтобы был чистым их двор, их не интересует, замусорен ли их дом изнутри. Они чистят двор и заметают ссор внутрь дома. Людям, говорят такие, виден двор, а дом изнутри они не видят. То есть, пусть я буду весь замусорен изнутри, но только бы не извне. Люди же духовные заботятся о том, чтобы дом был чист внутри. Их не волнует, что скажут о них люди, потому что Христос обитает в доме, в сердце, а не во дворе. Смысл здесь какой этих слов? Я думаю, достаточно понятен, дорогие друзья, что духовный человек в первую очередь заботится о том, какова его душа пред очами Божиими, каков он внутри, а не то, как он внешне выглядит. Сразу даю себе отчет, дорогие друзья, тут можно при желании истолковать мои слова совершенно превратно. Никто никогда не говорит, никогда такое не говорят, что православный верующий человек или человек, идущий в духовную жизнь, не должен следить за собой, как он внешне выглядит и как он внешне себя ведет. Все должно быть цельным и гармоничным, все должно быть у человека верующего, духовного, все на своем месте. Но акцент должен быть сделан в первую очередь на чистоту души, на это главное. Если на это делаешь главный акцент, то тогда все будет на своем месте, все в свое время. О мирском духе говоря, обо его опасности преподобный говорит следующее. К несчастью мирской дух проник из мира и во многие монастыри. И он с болью констатирует факт, но, собственно, нам сложно с ним спорить, может, преподобный Паисий хорошо знал монашескую жизнь изнутри. Я вижу сегодня в монастырях господство и дух противоположный святоотеческому. Доброго святоотеческого монахи не принимают. То есть они не живут духовно. И в качестве такого вот горького совета говорит мы, в первую очередь обращаясь к монахам, но я думаю, дорогие друзья, вы согласитесь со мной, что и к людям, живущим в социуме, к духовным людям, людям верующим, тоже это имеет отношение. Мы не имеем права истолковывать заповеди Божии, как нам выгодно. Мы не имеем права изображать монашеса таким, как нам хочется. Величайшее зло, по-моему, в том, что некоторые считают мирской дух прогрессом. Вот считать мирской дух, вот это служение чисто внешнее, только на показ, только в рамках каких-то акций. Вы все хорошо это знаете, даже можно подробно на этом не останавливаться, когда какое-то благодеяние делается в рамках какой-то акции. Какая-то акция приурочена к какому-то событию. В рамках этой акции можно или кровь донорскую сдавать, или какие-то вещи собрать, или какую-то гуманитарную помощь. В рамках акции. Это и есть проявление мирского духа. Никто не говорит о том, что этого делать не надо, или что это не принесет пользу. Но преподобный Паисий обращает внимание на то, что надо это делать по возможности всегда, а не только в рамках каких-то акций. То есть делать внутренний устремленность, помогать ближним, помогать тем, кто в этом нуждается. Всем, что в твоих силах. И в качестве заключения приведем вам слова и наставления преподобного Паисия о том, как надо относиться к мирскому духу. Сегодня самое важное – не приспосабливаться к этому мирскому духу. Такое неприспособленчество уже свидетельство о Христе. «Постараемся, насколько возможно, призывает преподобный Паисий, не дать этому потоку, этому мирскому потоку, увлечь, унести нас по мирскому руслу. Умная рыба на крючок не попадается, видит наживку, понимает, что это такое, уходит из этого места и остается непойманной. Другая рыба видит наживку, спешит ее проглотить и попадается на крючок. Так и мир. В данном случае под миром подразумевается мирской дух, мирское плотское мудрование. У него есть наживка, и он ловит на нее людей. Люди увлекаются мирским духом и потом попадают в его сети. Мирское мудрование – это болезнь. Как человек старается не заразиться какой-либо болезни, так ему надо стараться не заразиться и мирским мудрованием в любой его форме. Смотрите, как с болью действительно преподобный Паисий, их категорично призывает, он обращается буквально в сердце каждого человека, кто будет это читать или слушать, что постарайтесь не заразиться мирским мудрованием. Не надо быть для мирских людей таким же, как они. Вот это приспособленчество к мирскому духу, оно удаляет от тебя Христа. Для того, чтобы духовно развиваться, и здравствуй, для того, чтобы радоваться ангельски, человек не должен иметь ничего общего с духом мирского развития. Я думаю, сложно здесь что-то добавить к этим словам преподобного Паисия. Давайте задумаемся над этим, дорогие друзья. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо.